Про неё родимую я песню сочинила, пусть теперь порадует этот городок. Сколько бы ни было лет участнику фестиваля, будь то дошкалёнок или исполнитель с опытом, в каждом слове, в каждой нотке звучала нежность к самому дорогому, к родной земле. Мы считаем, что это очень важно, собрать в одном фестивале и разные возраста, и разные песни, но одну патриотическую тематику. Песня о красоте нашей Родины, о военных сражениях, о любви звучали со сцены Школы искусств, и равнодушных в зале не было. Фестиваль всегда собирает большую публику. Участников тоже с каждым годом всё больше. Если старшее поколение исполняет знакомое и любимое, молодёжь в поиске нового и современного. Во-первых, это показывает, что мы все очень гордимся нашей Родиной, и всегда можем постоять за неё, что мы её очень любим. И, во-вторых, это, конечно же, саморазвитие. В фойе Школы в это же время можно было увидеть две очень похожие, но в то же время совсем разные выставки. Обе посвящены истории нашей страны, но смотрят они на неё под разными углами. Первая организована военно-патриотическим центром застава и демонстрирует экспонаты времён Великой Отечественной войны. Вторая показывает простую жизнь советского человека. У нас было принято решение собрать вот такую комнату военных лет 1941-1945 года для того, чтобы показать быт наших советских людей. Интерьер собран именно по рассказам наших сторожилов, по каким-то историческим справкам. Подобные выставки планируется устраивать и на других мероприятиях, посвящённых Дню Защитника Отечества. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ